Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирина Звягинцева, коротко о главных темах Лубска. В областном центре стартовал форум «Правовые университеты». На мероприятии представители силовых структур познакомят молодежь с основами своих профессий. Подробности расскажу я, Владимир Ильин, через несколько минут. Ботанический сад доступен всем. Сегодня его тропами прошли маломобильные граждане в сопровождении серебряных волонтеров. С чем познакомились гости Дендрария, расскажу вам я, Елена Лин. Вопросы развития Курильских островов и связанные с этим перспективные инвестиционные проекты обсудили на пленарном совещании в рамках Восточного экономического форума. Традиционно к диалогу подключились не только представители власти, но и крупные российские предприятия. Моя коллега Ольга Артемова расскажет все подробности. Пленарное заседание кульминации 8-го Восточного экономического форума завершилось спустя несколько часов после стартовой речи президента России Владимира Путина. Подведение итогов, разговоры о текущей работе в регионах, а также планы на ближайшие годы, основные блоки деловой беседы. В рамках самоожидаемой встречи глав регионов с президентом страны подводятся итоги развития Дальневосточного федерального округа за последние 10 лет. За это время на Сахалине и Курилах в рамках преференциальных режимов инвестиции составили 64 миллиарда рублей. Создано свыше 5000 рабочих мест. Общий объем финансов более 135 миллиардов рублей. Новых вакансий около 9 тысяч. Как отметил глава государства, Сахалинская область по-прежнему остается одним из самых развитых регионов Дальнего Востока. Конечно же согласен с этой позицией. И на сегодняшний день Сахалин – это регион, который динамично развивается в части привлечения инвестиций по различным направлениям. Начиная от рыбопромышленной переработки и завершая направлениями развития угольной отрасли. В регионе созданы крупные животноводческие и тепличные комплексы. Они обеспечивают жителей области мясо, молоком, овощами. По решению Владимира Путина для инвесторов на 20 лет обнулены налоговые ставки. Благодаря чему курильские резиденты реализуют проекты в разных отраслях. Туризм, добыча полезных ископаемых, переработка отходов. Южно-Сахалинский начинается строительство кампуса «Сахалин-Тэч». У нас сегодня 10 тысяч свободных рабочих мест, высокотехнологичных. У нас сегодня строится полмиллиона квадратметров жилья. Мы ждем людей, чтобы они приехали на Сахалин, работали и расширяли производство наше. Ну и, соответственно, налоговую базу социальной программы. Борьба с онкологией является ключевой задачей российской медицины, приоритетом политики государства в области здравоохранения, подчеркивает Владимир Путин. Увеличение продолжительности жизни островитян – главная цель, которую ставят островные власти перед профильными ведомствами. Для этого создаются все необходимые условия и внедряются современные уникальные технологии. Мы будем реализовывать новый проект, связанный с внедрением механизмов искусственного интеллекта. В практическом применении будет помогать убирать некоторые загвозки работы наших, прежде всего, поликлиник, где человеческий фактор. То есть, когда пациент иногда может не вовремя попасть на прием из-за того, что ему просто не сказали, куда нужно прийти. Президент назвал опережающее развитие макрорегиона абсолютным приоритетом на весь 21 век. По словам Владимира Путина, в планах властей связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. Это поможет решить глобальную задачу – интегрировать в одно целое газотранспортные сети Запада и Востока Российской Федерации. Учебный год лицей номер один областного центра встретил в новом облике. Здесь проведены капитальные ремонтные работы, которых здание не видело много лет. Кроме этого, несколько профильных кабинетов оснастились современным оборудованием последнего поколения. Подробнее о том, какие возможности появились у ребят, смотрите в нашем следующем материале. Ученицы 10 класса Диана Пак мечтают в будущем пополнить ряды представителей СМИ. Девушка – активный участник медиа-центра школы. Юные журналисты уже показали себя за пределами региона. Они выезжали на Всероссийский фестиваль, где заняли второе место. С новым оборудованием ребята ставят планку выше и метят уже в победителя. После модернизации уже было закуплено более хорошее оборудование. То есть это студию мы поставили на третьем этаже школы, это свет хороший. Мы докупили для фотографов фотоаппараты, поэтому я абсолютно довольна тем, что сделали для медиа-центра, потому что оборудование все равно какую-никакую роль играет. Кроме этого, в здании заменили все инженерные сети. Ремонт шел 4 месяца. С 1 мая ребята учились дистанционно в кабинетах других школ. Здание лицея было построено более полувека назад, и с тех пор капитальная реконструкция не проводилась. Всегда радостно, когда происходит какой-то момент обновления. Радостно от того, что дети пришли в новую школу, то, чего они так долго ждали. Их самый главный запрос был на места отдыха, каворкинга, где им можно посидеть, полежать, отдохнуть. Дети лично принимали участие в выборе мебели, цвета стен школы и также вариантов внутреннего дизайна. Лицея не единственное образовательное учреждение, чьи ученики получили дополнительные возможности. В этом году работы проведены в 13 учебных организациях. Полностью были переоборудованы все классы. Поменялся интерьер, поменялся дизайн классов, поменялось оборудование, которое позволит ребятам более тщательно относиться к процессу обучения, получения знаний. И новые технологии, новые методы – это все вносит поправки в процесс обучения. Все условия для комфортного приобретения знаний созданы. Дело за учениками, которые теперь еще больше настроены на отличные результаты. Эльвира Хан, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. На Сахалине стартовал форум «Правовые университеты». В рамках мероприятий старшеклассников познакомят с профессиями, имеющими отношение к юриспруденции. Уже на открытии представители силовых структур рассказали участникам о своей работе. Молодежи продемонстрировали спецтехнику огнеборцев, спасателей, а также объясняли, как строится работа прокуроров. Подробности в сюжете моего коллеги Владимира Ильина. Работа спасателей – это не всегда экстремальные условия. Много времени они уделяют подготовке техники, тренировкам и профилактическим мероприятиям. А еще с удовольствием рассказывают о своей работе молодежи. База МЧС расположена в красивом лесном массиве. Именно здесь и решили познакомить ребят с трудовыми буднями различных силовых ведомств. В числе организаторов форума «Правовые университеты» – Общественная палата Сахалинской области. Мы показываем ребятам эту работу изнутри в первый день. А во второй день происходит встреча уже с руководителями всех этих организаций, для того, чтобы ребята могли в диалоге получить ответы на те вопросы, которые у них возникли в первый день. На территории развернули несколько тематических площадок. На них гостям расскажут о спасательном и защитном оборудовании. Будут показаны тактические приемы по тушению пожаров, на других учебных точках по предотвращению пожаров, по другим учебным точкам прокуратуры, следственный комитет, Росгвардия. Специалисты расскажут свою деятельность по направлениям. На площадке МЧС также будет представлена техника, состоящая на вооружении в спасательном ведомстве. Здесь можно не только задать интересующие вопросы. Разрешается примерить на себя роль того или иного специалиста. Никита Грибачев из Долинска не упустил возможности почувствовать себя водителем пожарной машины. Форум «Правовые университеты» проходит уже в восьмой раз. За это время профориентацию прошли почти две тысячи ребят. За эти годы мы видим интерес к данным профессиям. В Сахалинской области все целевые места оказываются востребованными. Уже мы выходим на целевые показатели конкурсного отбора, на целевые места. Считаем, что это стало возможным, в том числе благодаря этому замечательному профориентационному проекту. В этом году в мероприятии примут участие более двухсот школьников. Экскурсии посетят группы из разных муниципалитетов области. Владимир Ильин, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. «Пойдем гулять вместе» – такое предложение сделали серебряные волонтеры своим подопечным и пригласили их на экскурсию в ботанический сад. Там постояльцы Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов прошлись по лесным тропинкам, насладились свежим воздухом и даже встретили лесных обитателей. Моя коллега Елена Лим сопровождала компанию. Осенний ботанический сад не спеша готовится к отдыху после жаркого и насыщенного лета. Именно в этот период самый приятный для прогулок здесь на экскурсии – серебряные волонтеры и маломобильные граждане. Они не торопясь прохаживаются под сенью зеленых насаждений. Лора Чайка – одна из тех, кто наслаждается осенними красками. Мне вот понравился первый пеший поход по правую сторону, а там воздух другой, там больше единения с природой, здесь больше такой вот внешней красоты цветов, а там воздух и белка. Мы видели белку. Другая посетительница ботанического сада Надежда Романкина здесь не в первый раз. Однако для женщины каждый визит сюда, как очередное приключение. Она прошлась по знакомым тропкам и сделала много фотографий. Я даже не знала, где это находится, откуда этот произошел ботанический сад. Оказывается, раньше была оранжерея, это было интересно узнать. И потом еще ходила я по дорожкам, и осенний такой воздух хороший. Эту поездку организовали специалисты Центра молодой душой. Женщины назвали мероприятие «Пойдем гулять вместе». Постояльцы Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов давно знакомы с добровольцами. Даже ограниченная мобильность приглашенных не пугает волонтеров. Да, очень просто. В общем-то, бери, кати, едь. Я думаю, что таким людям обязательно нужно бывать на свежем воздухе. И для них это очень интересная прогулка в таком красивом ботаническом саду. Мы сами восхищенец. Мы когда здесь бываем в разные времена года, мы сами каждый раз поражаемся. Волонтеры – частые гости в тех учреждениях, где нужна их помощь. И всегда готовы ее оказать. Елена Лим, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. К 2023 году в областном центре уровень загрязнения воздуха планируют снизить в два раза. Какие мероприятия проводятся для достижения этого показателя, нам рассказал министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость в студии». Андрей Дамирович, здравствуйте. Здравствуйте. 7 сентября отмечался Международный день чистого воздуха. В стране у нас сегодня реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Расскажите, пожалуйста, как Сахалинская область принимает участие в этом проекте. Да, совершенно верно. Международный день чистого воздуха – это, по сути дела, призыв ко всем государствам, правительствам, бизнесу, особенно крупному, корпоративному, ну и, наверное, каждому человеку в отдельности обратить пристальное внимание на необходимость соблюдения чистоты воздуха, потому что воздух – это риторический вопрос, насколько он важен для человека. Вот, к примеру, сколько человек может прожить без еды, без воды, а без воздуха? Нисколько. Нисколько, совершенно верно. Поэтому, собственно говоря, в этом и есть смысл. Что на национальном уровне? С 2019 года реализуется федеральный проект «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология». Ну и, собственно говоря, в первую очередь попали 12 крупных городов с очень высоким уровнем загрязнения. Ну и Южно-Сахалинск попал во вторую очередь. Это города, которые 29 их дополнительно к первому перечню, которые к 2030 году, вот с 1 сентября, соответственно, этого года, к 2030 году должны в два раза снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха. Вот, собственно говоря, в этом и заключается цель и задача мероприятия для обеспечения того самого качества атмосферного воздуха, необходимого для комфортного пребывания жителей, в том числе города Южно-Сахалинск. Какие мероприятия планируются в рамках федерального проекта «Чистый воздух»? Ну, прежде всего, это мероприятия, направленные на обеспечение снижения выбросов загрязняющих веществ. Как вы знаете, в Южно-Сахалинске идет масштабная газификация. Это и индивидуальное жилищное строение, то есть домовладение. Это и перевод с угля на газ котельных, это и развитие экологичного автотранспорта. То есть вот уже обратили внимание жители города наверняка ездят зеленые автобусы по городу на газомоторном топливе. Их уже более ста. Планируется и активно идет переоборудование легкового транспорта. Тоже наверняка все слышали и по радио, и по телевидению, и по компенсационным мероприятиям связаны с этим. Очень необходимым, важным, мне кажется, полезным делом. Развивается инфраструктура по использованию электротранспорта. Тоже зарядки наверняка все видели, которые в городе строятся. Ну и безусловно, все, что связано с оптимизацией дорожно-транспортной сети. Это и само по себе организация дорожного движения, и асфальтирование. Ну и куда без благоустройства, озеленения, уборка улиц. То есть все это в полном масштабе реализуется в городе и будет реализовываться в дальнейшем. Как организовано в Сахалинской области наблюдение за состоянием атмосферного воздуха? В городе, ну точнее в Южно-Сахалинске это отдельная история. Но в целом существует несколько уровней этого мониторинга. Первое всего это федеральный. Это проводит управление гидрометслужбой, Росгидромет, Сахалинская, естественно, на Сахалине. В пяти наиболее крупных городах, помимо Южно-Сахалинска, это ХАП, Ранайск, Александр Сахалинский и Холмск. Корсаков, извиняюсь. Ну а на региональном уровне развернуто 37 у нас автоматических станций. По поручению губернатора мы вот такую сеть развернули и реализовываем для того, чтобы обеспечивать в том числе информирование населения, по сути дела, в режиме реального времени. Потому что измерения проводятся с интервалом в одну минуту автоматически в министанции. И отражаются непосредственно на сайте Минекологии Сахалинской области. Все желающие могут смотреть и наблюдать за этим процессом. В рамках реализации «Чистый воздух» федерального проекта еще дополнительно Роспотребнадзор сейчас занимается разработкой как раз организации системы наблюдений тоже. Как по параметрам, то есть тем загрязняющим веществам, которые будут контролироваться, так и по разворачиванию, по сути дела, перечня наблюдений. Расскажите более подробно об автоматическом мониторинге атмосферного воздуха и в каких целях используют его результаты. Ну вот я уже сказал, что по сути дела это 37 станций, которые расположены по острову во всех муниципальных образованиях, в том числе и в Южно-Сахалинске. И он позволяет принимать оперативные меры управления, позволяет оперативно информировать население. Ну, к примеру, в июле-августе наверняка жители города отмечали, что был такой смог нехарактерный для нашего района в это время года. Это было обусловлено как раз тем, что с атмосферным воздухом приходил дым от пожаров в Амурско-Хабаровских областях. Андрей Дамирович, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго, до свидания. Спасибо, что пригласили. Всего доброго, до свидания. Это еще не все новости выпуска. Смотрите далее. Учителя Сахалинской области успешно прошли курсы по самбо. Каждый участник получил сертификаты повышения квалификации. Теперь специалисты могут применить полученные знания и опыт на уроках физкультуры в островных школах. Островные спортсмены оспаривают медали на осеннем чемпионате первенстве области по гонкам на лыжероллерах. Они приближены к привычным лыжам и имитируют катание по снегу. Об этом вам расскажу я, Игорь Антипов. Эвакуация – мероприятие срочное, безотлагательное, направленное на сохранение жизни и здоровья людей. А знаете ли вы план эвакуации здания, в котором работаете? Обращаете ли вы внимание на указатели путей эвакуации в местах общественного пользования, торгового центра, ночного клуба или школы? Вы думаете, у вас будет время познакомиться с этой информацией позже? Практика показывает, что позже значит никогда. Обратите свое внимание на план эвакуации сейчас. Эти знания могут спасти вам жизнь. Единый номер вызова экстренных служб – 112. Прими участие в самом массовом событии страны. 16 сентября. 10 часов утра. Южно-Сахалинск. Площадь Победы. Всероссийский день бега. Кросснации 2023. Это не просто соревнования, а физкультурный праздник для всей семьи. Двигайся в ритме страны. Выбирай дистанцию. Беги и побеждай. Регистрация уже открыта. Подробности на сайтах Министерства спорта и Центра спортивной подготовки Сахалинской области. Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области напоминает. Для реализации права на труд инвалидов организации с численностью не менее 35 человек обязаны создавать или выделять рабочие места для инвалидов, трудоустраивать на них граждан с инвалидностью и предоставлять информацию об этом в Центр занятости населения. Неисполнение закона о квоте для инвалидов влечет за собой административную ответственность. За подробной информацией обращайтесь в Центры занятости населения. Поразить три мишени и отстоять свои позиции – такую задачу поставили перед военными на полигоне Успеновский во время учений. Бойцы оттачивали свои навыки в стрельбе из 120-мм минометов в сани. Основными целями минометчиков стали укрытая пехота и блиндажи условного противника. Третьей мишенью была боевая машина, которая потеряла ход, но продолжала вести огонь. Корректировку огня и контроль поражения целей военнослужащие вели с помощью беспилотников. Солдат должен засечь разрыв и передать по радио на огневую позицию корректировку. Далее будет второй выстрел, то есть и с учетом того, правильно ли была дана корректировка, ну и еще правильно ли откликнулся на корректировку расчет, цель будет поражена, либо потребуется еще одна корректировка. Расчет у нас сегодня сводный, нештатный. Часть расчета уже участники СВО с опытом работы в боевой обстановке и часть расчета у них первая боевая стрельба. Перед выполнением боевых стрельб личный состав минометной батареи отработал нормативы по занятию огневой позицией, наведению орудия и определению расстояния до цели с помощью оптических приборов наблюдения. Практическую подготовку с военнослужащими армейского корпуса на Сахалине проводят опытные офицеры и участники специальной военной операции. Бойцам, которые в скором времени улетят в зону проведения СВО, доставлена гуманитарная помощь. Депутаты Сахалинской областной думы оказали содействие в обеспечении их всем самым необходимым. Людям, защищающим интересы Родины, парламентарии оказывают поддержку на постоянной основе. Подробнее о том, как прошла встреча, смотрите далее. Своих не бросают. Депутаты Сахалинской областной думы приехали с важным визитом на Троицкий полигон. Цель – дать все жизненно необходимое в условиях боевых действий. Скоро военные отправятся в зону СВО, где будут служить на благо Родины. А дать свой долг стране – для них не пустой звук. И привезенным вещам они очень рады. Вещи очень необходимые. Особенно быстрый сброс, чтобы магазины не терять. Надеюсь, меньше будет пригождаться, но придется ими пользоваться. И аптечки – это самое главное. Для нас, для ребят, для Победы, чтобы гасили этих гадов, чтобы внукам нашим крови не пили. Гуманитарную помощь военные получают регулярно. Подготовка боеприпасов – важная часть планирования дислокации и всего боевого процесса. Ведь это то, что может спасти не одну жизнь в ходе специальной военной операции. От имени областной думы привезли обеспечить улетающихся на операцию необходимым снаряжением. Самое главное – победой вернуться. Поэтому всем пожелали здоровья и, главное, удачи. Заявки отрабатываются как индивидуально для каждого солдата, так и для всего взвода. Каждой просьбе военнослужащих прислушиваются и не оставляют без внимания. Даже если надо сделать ремешок на автомате побольше, то и это будет исполнено. С собой привезли теплоизолирующие универсальные коврики, привезли с собой сумки под сброс, сумки под БК автомата Калашникова, привезли ребятам тактические медицинские аптечки, привезли ребятам термоса. Сейчас у нас наступает осень, у ребят будет возможность там в зоне СВО попить в том числе горячий чай. Есть какие-то проблемы, мы эти проблемы незаметно отрабатываем. Военным, которые отправляются в зону проведения СВО, такая поддержка очень нужна. Ведь известная истина – победа куёца в тылу именно сейчас актуальна как никогда. Эльвира Хан, Константин Киндюк, телекомпания ОТВ. О новом в образовательной программе и трудовом воспитании молодежи поговорили в дискуссионном клубе на радио «Комсомольская правда. Сахалин». Также на встрече поднимались вопросы транспортной доступности, развития малой авиации, реконструкции сахалинских морских портов и создания новых объектов логистики. Логистический узел – это соединение разных видов транспорта, в том числе авиационного, морского, железнодорожного. И это создает предпосылки использования Сахалина как разворотной точкой северного морского пути, так как в очень удобном месте находимся. Дискуссионный клуб на радио «Комсомольская правда. Сахалин» выходит каждый вторник в 18 часов. Все желающие могут стать участниками программы и задать интересующий вопрос, отправив его по номеру, указанному на экране. В Южно-Сахалинске прошло торжественное вручение сертификатов учителям физкультуры, которые переобучились на тренеров по самбо. На курсах в Институте развития и образования Сахалинской области педагоги освоили современные подходы к занятиям, прошли общую физическую подготовку и отрабатывали приемы борьбы на тренировках. Мы обязаны рассказать об истории самбо, обязаны рассказать об основах самбо, научить наших ребят хотя бы элементарным основам. Но, безусловно, выбор за ребятами. У нас есть широкая возможность заниматься всеми видами спорта. Я застал это время, когда запрещали это в Советском Союзе, и все подпольно занимались. Вот сейчас должны заниматься самбо, на мой взгляд. И учителей нужно к этому подвинуть. Я видел глаза учителей, когда лекцию не читал. Многие понимают эту вещь. И мы будем продолжать работать в этом направлении. Все полученные знания участники курсов будут применять на уроках физкультуры. К федеральному проекту «За самбо» с начала года присоединились 42 школы Сахалинской области. Более 150 спортсменов Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Долинска, Паранайска и Ахи вышли на старт регионального первенства и чемпионата по гонкам на лыжи-роллерах. Состязания проходят на трассе островной школы зимних видов спорта. Идет смотр сил перед предстоящим зимним сезоном, а потому ребята показывают все свои боевые качества. С любителями быстрой езды встретился наш корреспондент Игорь Антипов. Все при полном параде нескольким ребятам вручают знаки отличия за успешное выполнение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И только затем лыжники выходят на исходную позицию в программе «Гонка классическим стилем». Интервал между стартующими – 30 секунд. На тройку по старому асфальтированному кольцу убегают первыми девчата. В основном все перворазрядницы. Спустя 8 минут 26 секунд с достаточным запасом времени финиширует воспитанница областной школы зимних видов спорта Виолетта Щербакова. Обладательница золота оставляет позади двух аневчанок – Викторию Слепынскую и Светлану Мартынюк. Асфальт в некоторых местах был очень мокрый. Это чуть-чуть затружняло повороты. Ускоряться всегда нужно под конец трассы, поэтому вначале просто набирать темп. Между парнями свои счеты на круге с обилием подъемов, резких поворотов и скоростных спусков. Здесь уже 14 претендентов на призовые места. Первую строчку спустя 7 минут 32 секунды занимает южно-схолинец Дмитрий Соколов. Серебро у его напарника по сборной – Александра Рукасуева. Бронзу в Аху возит Арсений Агеев. На роллерах сложнее, как ни крути, да? Они тяжелее, короче. Бывает, задеваются болты, падаешь иногда. Но это не совсем так спортивно. Впереди кросс, а также прохождение трассы свободным стилем. Гонки продолжатся вплоть до субботы. Уже в конце октября наши ведущие лыжники отправятся на обкатку в разные регионы России, чтобы набрать перед зимним сезоном необходимый объем. В это время на острове еще нет снежного покрова. Им могут похвастаться на горной вершине Теи, Хакасии и в Тюмени, где имеется искусственное оснижение. Игорь Антипов, Дмитрий Синдяков, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ Сахалин, также на сайте нашего информационного агентства САХ.онлайн и, конечно же, в социальных сетях. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Будь смертью. Не будь равнодушна. Праздник для всей семьи. Двигайся в ритме страны. Выбирай дистанцию. Беги и побеждай. Регистрация уже открыта. Подробности на сайтах Министерства спорта и Центра спортивной подготовки Сахалинской области. Холодно. Грязно. Не вывезли мусор? Увидели бездомных животных? Отсутствует реакция ответственных организаций? Не тратьте время на поиски нужного номера телефона. Звоните на единую горячую линию по вопросам ЖКХ в Сахалинской области. 8 800 302 0065 Для мобильных телефонов звездочка 0065 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ